В акциях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, приняли участие тысячи жителей республики. Многие из них зажгли свечи у себя дома в память о тех, кто не вернулся. Только первый день войны унес 16 тысяч жизней. И у каждого из нас, конечно, возникает свой образ, свое имя и свой ветеран. Мой дедушка по папиной линии, он служил, начиная с 1939 года, и домой уже вернулся только в 1946 году. Он сначала ушел в армию в 1937 году, а последствий уже остался на саму войну. Ветеранов осталось очень мало. Я думаю, что все-таки память мы о них должны хранить. И для молодого поколения я пожелала бы того, чтобы мы не забывали, мы хранили память, уважали, потому что это далось все непростым трудом. Силы были положены для того, чтобы мы сейчас с вами гуляли и ходили, радовались жизни огромнейшие. Дядя моего отца, даже двое братьев моего отца старших, поэтому, в принципе, да, очень серьезно коснулось. Но у моей жены тоже дед воевал. В принципе, родственников хватает, кто участвовал в Великой Отечественной войне, и погибший есть. У меня дедушка воевал. Он уже умер. На парады не ходил, медали не носил, о войне не говорил. Только что мы знали, как бы, что дедушка воевал. И все, скромно жил. Во всех семьях были у нас вернувшиеся и много не вернувшихся с войны. Для каждой семьи трагедия. Ну, прадед ушел 30 лет, хотя у него была бронь. Ну, он шел добровольцем на Сталинградскую войну, битву на Сталинградскую. И не вернулся. Ну, мой отец живой пришел с войны. Но из родных были у нас погибшие. У меня отец воевал. Однажды мы его спросили, что было самое трудное. Он сказал, было очень трудно убивать пленных. Ну, у нас есть мирное небо над головой. Все хорошо. Как бы, спасибо нашим предкам.